В русском интернете и самой таинственной. Сетевые игры приносят владельцам колоссальный доход. Продается все, от входа до выхода. Состоятельные игроки на виртуальность тратят десятки тысяч реальных долларов в месяц. Первое правило бойцовского клуба, никогда не рассказывать о бойцовском клубе, нарушил Антон Войцеховский. Мужики, я на своем уровне. Говорят, что их уже 300 тысяч. Я на сесток. И с каждым днем становится все больше. Все, все продаю. Говорят, скоро это должно закончиться. Нет. Но пока существует лишь одна опасность. Оказаться стертом из базы данных. Для игрока бойцовского клуба это высшая кара. Все остальное не так страшно, потому что все остальное при желании можно купить. Добро пожаловать в БК. Здесь остаюсь надолго. Игроком бойцовского клуба, в простонародье БК, Эдуард стал год назад. Когда это было модно, престижно и недорого. Хочешь, плати, хочешь, играй по-честному. На все воля Божья. А Бог в игре один. Создатель и разработчик БК, некий мусорщик. Для многих он почитаем как Бог. По меньшей мере, один из верховных паладинов всегда к нему обращался только как Бог. Эй, загружайся. Вот, собственно говоря, бойцовский клуб. Все здесь за деньги. Бесплатности с них нет ничего. Наталья в БК полгода, денежные отношения в игре знает на зубок. Ничего сложного. Виртуальная валюта еврокредиты продается за евро настоящие. Официальный курс примерно один к одному. Через систему вебмани можно купить столько денег, сколько позволяет возможности. На них, в свою очередь, приобретается виртуальная одежда и оружие. Чем его больше, тем сильнее твой персонаж. Главное – суметь вовремя остановиться. Речь идет о, собственно говоря, мизера от 10-20 долларов, как я говорила, до суммах вложенных порядка 8-10 тысяч долларов. Чего, уже дерешься? Да, у нас группа вы против шага. Ну и как? Пока тяжело. Игроки БК есть повсюду и играют они везде. Битвы начинаются в офисе, продолжаются дома и так каждый день. Постепенно грань между реальной и виртуальной жизнью становится довольно призрачной. Персонаж? Ну, есть у меня персонаж седьмого уровня. Но, как его звать, я, конечно, не скажу. Это большой секрет. Не только имя персонажа, даже свое собственное Олег называет с опаской. Уже полгода на него в БК объявлена охота. Для создателя игры «Мусорщика» он официальный враг номер один. Потому что с января прошлого года Олег выполняет специальное задание – уничтожает бойцовский клуб. Мы действовали такими довольно-таки стандартными пиаровскими ходами, путем публикации статей, намеренно провокационно, где-то намеренно с ошибками. Страсти вокруг БК кипят давно, потому что БК – это деньги, деньги и еще раз деньги. По самым скромным подсчетам сайт приносит ежемесячный доход 100-120 тысяч долларов. Мусорщик делиться ни с кем не хочет. Вот комната, где мы собираемся иногда, чтобы проверить все информационные каналы. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков имел неосторожность предложить мусорщику сотрудничество. С тех пор Жуков в БК не играет. Мусорщик лично стер его персонаж и еще 30 человек единомышленников. Жестоко, но эффективно. Нет игрока – нет проблемы. Мы на самом деле сожалеем, что так все произошло, что мы не смогли прийти к какому-то консенсусу. Потому что эта игра на самом деле хорошая. К сожалению, дело не закончилось. Мусорщика, говорят, побили. С тех пор с прессом почему-то не общается. А удаленные из игры стали создавать собственный интернет-проект. Странный мир БК и такой естественный для его жителей продолжает существовать все 24 часа в сутки. Практика показала, что кроме перебоев с интернет-связью ему ничего не страшно. Хотя игроки время от времени все-таки задают себе вопрос. Может ли БК закрыться? Либо совсем, либо для некоторых из них персонально. А ты настанкировал, ты будешь испарять его, если все прекратится? Черт, возьми, не плакать буду по 5 центов. Конечно, буду. По крайней мере, для трех героев этого сюжета все может прекратиться сразу после его выхода в эфир. Накануне Мусорщик лично связался с нами и дал понять, что не одобряет любое освещение деятельности бойцовского клуба. Тем, кто успел дать нам интервью, он пригрозил стиранием из базы. Прием уже опробованный. Правда, иного никто и не ожидал. Те, кого удалят из БК, продолжат играть под другими именами. Опыта им не занимать. Друзья обещали поддержку. И за месяц небольшим они смогут восстановить утраченные позиции. Антон Вяцеховский, Владимир Довгаль, телекомпания НТВ, Москва. Это программа «Личный вклад». Меня зовут Александр Герасимов.